Обсудим с Владимиром Балиным, вице-президентом Ассоциации международных автоперевозчиков, который к нашему эфиру присоединяется. Владимир, рады приветствовать. Здравствуйте. Доброго дня. Ну вот уже понедельник, 11 декабря. Видим какие-то изменения на границе? Честно говоря, мы не ожидаем увидеть никаких изменений. Мы, компетентные органы провели переговоры и таможня, и пограничники, и областная военная администрация провели переговоры с своими коллегами с венгерской стороной. И у нас на сегодняшний день понимание, что как таковая забастолка будет происходить возле международной трассы, возле автобама. И практически единственное ограничение, которое полиция будет делать для наших перевозчиков, там будет ограничена скорость. Для того, чтобы, если, не дай бог, кто-то с забастовщиков выскочит на автобам, чтобы была возможность у водителя среагировать. Поэтому мы надеемся, что, ну, при первых, точно легковые и автобусы не будут никак блокироваться. Надеемся, что и грузовики тоже просто с меньшей скоростью будут ехать на пункт пропуска. Вот такая у нас пока ситуация, ждем, надеемся, что так эта забастовка и будет реализована. Кстати, мы своим польским коллегам об этом и говорили. Постойте на обочине, пожалуйста, какие вопросы. Мы будем медленно ехать, сигналить вам, может, даже с некоторыми вопросами и соглашаться. Но так как вы перекрыли, это немножко неправильно. Да, тем более, что на утро 10 декабря, на утро вчера в очереди в сторону Украины находятся почти 3,5 тысячи грузовиков. И больше всего это пункт Шигини, 1200 и на Ягодине 900. Какие-то есть Сувы в этой истории с польскими границами? Ну, к сожалению, в последние дни очередь только увеличилась. Честно говоря, я рассчитывал, что перевозчики вместе со своими заказчиками будут пытаться объехать эту границу. То ли они рассчитывают, что быстро разлокируют границу. Но мы никому сегодня не обещаем, что это может произойти быстро. Несмотря на то, что мы ведем переговоры напрямую с перевозчиками польскими, в том числе теми, кто организовали этот страйк. Несмотря на то, что идет переговор, постоянно переговорный процесс между Министерством инфраструктуры Украины и Польши, Европейская комиссия задействована. Все задействованы, но вопрос пока стоит. Мало того, мы даже, наши адвокаты обратились в мины с тем, чтобы они прекратили забастовку, подложили под это подтверждение того, что есть факты нарушения со стороны забастовщиков, есть основания для прекращения забастовки. Мы надеемся, что мины отработают, все четыре мины, где идет забастовка, отработают достаточно быстро наше обращение, отреагируют и запретят забастовку. Очень на это надеемся, хотя мы понимаем, что это другая страна, другой менталитет. В пятницу у нас была запланирована встреча с польским бизнесом, и очень хотелось, чтобы польский бизнес, который пострадал от этого конфликта, пришел и перевозчикам польским сказал, хватит заниматься ерундой, мы страдаем, мы теряем массу денег, вот украинские перевозчики приехали, давайте договаривайтесь. Но перевозчики были, украинские и польские, действительно потратили много времени, пытались договориться, но сами представители бизнеса не было. Были с нашей стороны федерации работодателей Украины, а с польской стороны такая же структура польская. Они в целом рассказали о том, что есть потери, что надо снимать блок, я вам скажу больше, что Польша сегодня страдает экономически намного больше, чем Украина. И страдают другие страны, в том числе страны Балтии, которые заявили о том, что еще во вторник, что надо прекращать эту забастовку и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня очень много пострадавших сторон. Это не только перевозчики украинские, это экспортеры, импортеры, бюджет Украины. В конце концов, это сегодня страдает и ЗСУ, потому что ЗСУ финансируется за счет бюджетной поддержки. Но главный вопрос, который я услышал от польских забастовщиков и от тех людей, которые не бастуют, но разделяют их мнение, так сказать, общественных деятелей автомобильного транспорта, наших коллег, они сказали, пока мы не бастовали, нас никто не слышал. Ни наше правительство, ни ваше, ни Европейский союз. Сегодня нас слышат. Получится с этого что-то, не получится, мы не знаем. Но мы надеемся, что получится. Но забастовка единственный для нас вариант, чтобы диалог закончился какими-то плюсами для нас. Единственное, что они предложили сделать, это увеличить количество пропускаемых машин. Мы предложили со своей стороны приостановить страйк на месяц и за это время согласовать все позиции, с общей позицией, согласованной перевозчиками Украины и Польши, идти к нашим правительствам, с тем, чтобы дальше работать и в конкурентных условиях работать на этом рынке и развиваться и так далее. Поэтому мы это предложили, ждем сегодня-завтра обратные связи, посмотрим. Скорее всего, будут еще какие-то переговоры, может быть, уже не вживую, а в зуме. Но в любом случае диалог идет, и наша цель как можно быстрее разлукировать людей, чтобы до праздников эти очереди рассосались и люди попали домой, а товары доехали до своих клиентов. Владимир, а есть вероятность того, что все-таки вернут разрешительные документы для украинских перевозчиков? Смотрите, на сегодняшний день Брюссель абсолютно четко сказал, что он не поддерживает эту идею. И, насколько я понимаю, консультации еще будут продолжаться в ближайшее время, возможно, даже в декабре. И сейчас компетентные органы Польши и других стран активно ищут компромат на наших перевозчиков, ищут факты, что мы нарушаем соглашение Украины. Если мы, соответственно, обращаемся к нашим перевозчикам не нарушать это соглашение, не заниматься каботажем, не осуществлять перевозки внутри Европейского Союза, не имея на то разрешительных документов, таких как ЕКМТ. И мы очень надеемся на то, что наши перевозчики всю автотранспортную систему Украины не подведут. Значит, на сегодняшний день позиции Еврокомиссии нам очень близка и понятна. Они говорят, что мы не видим причин останавливать договор и не видим причин его не продлевать. Но мы понимаем, что те ассоциации, которые обратились в Еврокомиссию, это ассоциация Линава Литва, ЗМПД Польша, ассоциации Венгрии, Словакии и Чехии, они будут давить на свои компетентные органы с тем, чтобы искать все-таки такие нарушения. Разные методы. Ну, посмотрим. В любом случае, первая статья этого соглашения говорит о том, что оно связано с тем, чтобы логистика была стабильна во время военной агрессии. К сожалению, пока военная агрессия у нас не заканчивается. И, к сожалению, у нас тут есть не очень хорошие перспективы, чтобы говорить о том, что завтра закончится война и, в принципе, можно вернуться к этому разговору. Конечно, наша позиция однозначная. Мы хотим, чтобы мы к дозвольным документам не возвращались никогда. Для этого мы готовы сделать определенные вещи, которые сейчас пытаемся согласовать с поляками, чтобы ускорить реализацию этих вопросов, для того, чтобы к нам не было вопросов, чтобы мы где-то как-то недобросовестно. Ну да, все честно. Владимир Балин, большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо.